Я приветствую всех жителей Самары и Самарской области. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В прямом эфире на телеканале Самара ГИС вы смотрите программу «Территория права». Покупка автомобиля – дело серьезное и затратное. А чтобы не попасть в просаг, столкнувшись с мошенничеством или из-за незнания юридических тонкостей, достаточно следовать лишь нескольким несложным правилам, которым, как ни удивительно, многие пренебрегают. Широким распространением кредитования под залог движимого имущества, в первую очередь транспортных средств, последние 10 лет остров стала проблема мошеннических продаж заложенного имущества. Вот можно ли купить такую машину, чем грозит такое приобретение и как защитить себя от непредвиденных неприятностей? Сегодня поговорим на эту тему. Я представляю гостю студии Инна Борисовна Хайкин, нотариус города Самара. Здравствуйте, Инна Борисовна. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, да, мы работаем в прямом эфире 202-11-22. Телефоны прямого эфира, уважаемые телезрители, звоните к нам, пожалуйста. Тема актуальная, востребованная. Если у вас есть вопросы по этой теме, милости просим к нам в прямой эфир 30 минут в вашем распоряжении. Ну, и, конечно, все вопросы, связанные с наследством, с брачным договором, нотариус готов ответить на ваши вопросы в прямом эфире. Звоните, пожалуйста. Инна Борисовна, ну что же, покупатель не ставится в известность о наличии залога и действует добросовестно, не мог узнать о его наличии. Какие изменения произошли в этой сфере? Прежде всего, хотелось бы обозначить вообще, что такое залог движимого имущества. Я думаю, что все знакомы с таким кредитованием, как кредит под покупку транспортных средств. То есть гражданин обращается в банк и приобретает автомобиль с использованием кредитных средств, тем самым его закладывая. Что должен сделать залогодержатель в данном случае? Он должен сообщить о том, что такое транспортное средство заложено с тем, чтобы покупатель впредь, другой уже, который покупает, например, вторичный автомобиль, мог знать о наличии такого залога. Что этот автомобиль в кредите, проще говоря. Да, о том, что есть некое обременение. И это не просто автомобиль, который свободен от прав и законных интересов третьих лиц, а он обременен. В настоящее время, как вы правильно сказали, очень широко распространено кредитование именно под залог движимого имущества. Чаще всего это залог транспортных средств. Порой банки не знали раньше, куда сообщать такую информацию, тем самым залог носил непубличный характер. То есть это личная информация, человек взял автомобиль в кредит, и кроме него, и банка, и эта информация никуда не распространялась, и она была конфиденциальной. Да, то есть существовал договор залога между банком и покупателем. Конечно, это носило информацию конфиденциального характера. Что изменилось с 2014 года? Непубличный характер залога перешел в более публичный. И с июля 2014 года в России вступают значительные изменения, которые вводят понятие учета залога, носящего публичный характер. Залогодержатель, нет слова «обязан», но чаще всего он это делает, вносит сведения о залоге транспортного средства. Каким образом он это вносит? Через нотариус. Более того, залогодержатель и залогодатель вправе обратиться к нотариусу, чтобы нотариус зарегистрировал тем самым сведения о наличии залога. Если необходимо будет или предстоит такая возможность приобрести на вторичном рынке автомобиль, то любой покупатель может, введя инвестиционный номер, проверить о наличии залогов на том или ином автомобиле. То есть есть специальный реестр, позволяющий это сделать? Да, это наиболее кратко, чтобы телезрители поняли, о чем идет речь и когда именно залог движимого имущества встречается в повседневной жизни. Спасибо большое. Мы работаем в прямом эфире 202.11.22. Ждем ваших вопросов. Тема интересная. Присоединяйтесь, спрашивайте, если вдруг что-то непонятно. Ну а сегодня в эфире Инна Борисовна постарается разъяснить, в чем суть нашего вопроса залог движимого имущества. Инна Борисовна, что дает гражданскому обороту учет залогового движимого имущества? Залогодержатель или залогодатель, направляя уведомление о залоге для его регистрации в публичном открытом реестре, тем самым информирует неопределенный круг лиц о наличии залога. Залог становится уже в данный момент публичным. И, как я уже говорила, любое лицо обычно это либо потенциальный покупатель такого имущества, либо кредитор, который рассматривает возможность принять этот автомобиль, возможно, либо в последующий залог, либо просто в залог, ориентируясь уже на сведения реестра о залоге движимого имущества, принимает для себя такое решение. Будет он работать с таким покупателем, будет он работать с таким движимым имуществом или нет. По крайней мере, есть возможность узнать и попытаться узнать о наличии обременения на таком имуществе, в частности на транспортном средстве. А вот у меня сразу возникает вопрос. Залогодатель – это банк, да? Залогодатель – это гражданин. Это гражданин. Залогодержатель – это банк. Хорошо. Так вот, информация, она распространяется в деньгах, да? Человек взял кредит, скажем, автомобиль на 3-5 лет. Скажите, а вот эта сумма постоянно фиксируется, изменяется, либо это просто написано, что человек взял кредит и автомобиль в залоге? Я поняла ваш вопрос. Есть определенные сведения, которые фиксируются в этом реестре. Ведь самое главное потенциальному покупателю, либо кредитору узнать сведения не о сумме задолженности. А сам факт, да? А сам факт, да. Нахождение в залоге. И порой уже, когда раскрываются сведения о том, является ли это транспортное средство в залоге или нет, уже человек делает соответствующие выводы. Как я уже говорила, некоторые сведения носят открытый, публичный характер. И такие сведения может сам любой гражданин узнать на сайте реестра залогов.ру, введя ВИН, интенсационный номер. Там не будет, конечно, столь подробной информации, как можно узнать у нотариуса. Сейчас я об этом скажу подробнее. Но вместе с тем уже обозначить проблему, вопрос, либо отсутствие такой проблемы уже с помощью открытого реестра можно. Скажите, пожалуйста, Инна Борисовна, а идет ли изначальное нарушение закона, когда покупатель спрашивает продавца, машина в залоге, в кредите, тот отвечает, нет, она не в кредите, а на самом деле она в залоге находится. Ведь уже идет изначальное нарушение закона. Ну, нарушение закона вы имеете в виду оттайния? Ну, конечно. Нет, здесь дело в том, что залогодержатель несет на себе такую некую обязанность, я бы даже сказала, сообщить о таких залогах. Для чего? Для того, чтобы покупатель, который впредь будет приобретать такой автомобиль, знал о наличии ответственности и обязанности исполнить такую обязанность перед банком. Более того, если залогодержатель, банк, такой обязанности не исполнил и не внес сведения в реестр залогов движимого имущества, и покупатель, поинтересовавшись, не увидел таких сведений о том или ином автомобиле, залог тем самым прекращается. Это тоже новое изменение в гражданском кодексе, которое было введено с 1 июля 2014 года, и направлено оно именно на защиту интересов как и залогодержателя, так и залогодателя. Да, закон охраняет интересы залогодержателя, но вместе с тем он должен и тогда исполнить обязанность сообщить об этом неопределенному кругу лиц. Это вот очень важная информация, я думаю, что не все об этом, конечно, знают. Мы работаем в прямом эфире, тема интересная, но тем не менее присоединяйтесь. Дозванивайтесь к нам в эфир 202.11.22. Итак, насколько мне известно, значительную долю реестра уведомлений о залоге движимого имущества занимают сведения. Мне говорят, что есть звонок, Инна Борисовна. Возьмем, да, и потом продолжим. Говорите, алло. Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Я бы хотела задать вопрос. Вот у нас родственница просто отдала нам машину, немножечко битая машина, они собираются, делаются все. Когда муж коснулся того, что как бы ее переоформить, возникли вопроса, что она запрет на регистрацию. Мы ей задали вопрос, но человек немножечко привалил и это. Ответить не нужно. На что вот этот запрет, какой он. Что это за запрет, понятно. Что делать, да, ваш вопрос. Что нам делать, да, и как нам выходить из этой ситуации и с чего начинать. Спасибо большое. По теме, Инна Борисовна, понятен вопрос? Да, вопрос понятен, но, к сожалению, не я могу вам ответить на этот вопрос, а органы ГИБДД, потому что именно ограничения вешают органы по государственной регистрации автотранспортных средств. Такую информацию о залоге движимого имущества, да, вы можете приобрести и узнать через нотариуса, либо в открытом реестре, но именно ограничения на какие-то регистрационные действия вы можете узнать через сайт ГИБДД. Там тоже есть достаточно много открытой информации. Либо взять доверенность у вашей родственницы и с помощью этой доверенности обратиться в органы ГИБДД. И хочу еще раз подчеркнуть тот момент, что вы сказали, что она вам отдала этот автомобиль по доверенности, либо просто как-то передала. Факт передачи доверенностью не сопровождается. Если действительно были намерения у вашей родственницы, чтобы вы или ваш супруг стал собственником этого автомобиля, нужно сделать соответствующий договор, либо договор дарения. Потому что в настоящее время, как она была собственницей, так она и есть собственница. И представлять ее интересы вы вправе только на основании доверенности. Если вы действительно хотите заключить с ней какой-то договор, вы должны составить двухстороннее соглашение обязательно. Спасибо большое. А у нас есть еще звонок на линии. Говорите, пожалуйста, в прямом эфире программы «Территория и права». Слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, отправили супруг подарить свою квартиру супруге? Спасибо. Поняла ваш вопрос. На самом деле, достаточно часто обращаются супруги в нотариальную контору, к нотариусам с тем, чтобы изменить собственника, титульного собственника недвижимого имущества, либо с целью, чтобы переход права собственности произошел. Для начала нужно разобраться, как принадлежал этот объект вашему супругу, этот объект недвижимого имущества. Если это было личное имущество, приобретенное в дар, в порядке наследования, либо безвозмездно приватизированное жилое помещение, то скорее ответ будет положительным. Но если у вас квартира приобретена в браке с супругом, если она возмездно приобретена, и не важно, что супруг является титульным собственником, вы владеете супругом вместе. У вас общее совместное имущество. Ни о каком договоре дарения в данном случае речи идти быть не может, и вы вправе заключить с супругом только брачный договор. Посредством брачного договора вы изменяете режим совместной собственности и устанавливаете режим долевой собственности. Переход права собственности произойдет после подписания брачного договора и после того, как вы обратитесь в регистрирующий орган. Спасибо большое. Только таким образом. Спасибо, Елена Борисовна, за такой подробный ответ. И мы принимаем очередной звонок. Слушаем вас, Олова, в эфире. Говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Вот эти долги перейдут к нам? Да, переходит все с объектом движимого имущества. Это однозначно. Но вместе с тем, если у вас наложен арест, скорее арест наложен судебными приставами, переход права собственности, я думаю, органы ГИБДД не зарегистрируют, не переоформят. Сначала вам нужно разобраться с процедурой ареста. Скажите, пожалуйста, Елена Борисовна, я, конечно, понимаю, что вы изначально сказали, что это не к вам вопрос, тем не менее, вот эта информация о аресте автомобиля, вот как озвучивают телезрители, она в доступном доступе? Это доступная информация, открытая информация? Правили ли они ее получить в органы ГИБДД? Я думаю, что с помощью нотариальной доверенности однозначно они смогут это сделать. Я еще раз говорю, вам нужно однозначно взять от родственницы вашу доверенность, чтобы вы представляли ее интересы как в органах ГИБДД, так и у судебных приставов исполнителей, чтобы узнать, почему наложен арест и как его снять. Что касается информации о открытости на сайте ГИБДД, очень много открытой тоже информации в настоящий момент. Я думаю, о факте ареста там тоже будет информация. Вы тоже должны обратиться вот через сеть интернет и ввести ВИН, инвестиционный номер автомобиля. Спасибо большое. Но мы продолжаем разговаривать на нашу тему и также продолжаем ждать ваших вопросов, уважаемые телезрители. Так вот, каким образом нотариусы получают эту информацию? У нас есть звоночек, но подождите, пожалуйста, на линии. Итак, реестр уведомлений о залоге движимого имущества формируется нотариусами по всей территории Российской Федерации, путем внесения нотариусам сведений. Сведения формируются на основании уведомлений, которые направляются любому нотариусу либо в электронном виде, либо о наличном приеме. Если такое уведомление направляется в электронном виде, то оно должно быть подписано квалифицированной электронной подписью, и только нотариус вправе проверить такую электронную подпись, и после чего регистрируется такое уведомление. Спасибо. Принимаем звонок. А вы еще здесь, мы вас слушаем. Здравствуйте вам. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. У меня вопрос немножко не по теме залога, но вот я хотела бы проконсультироваться. Как ребенок несовершеннолетний может отказаться от имущественного права покупки? Спасибо. Поняла ваш вопрос. Наверняка у вас предстоит сделка по отчуждению недвижимого имущества, доли в праве собственности, на которой принадлежит несовершеннолетнему ребенку. Напомню, что такая сделка подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Вам необходимо обратиться к нотариусу. Что касается отказа от преимущественного права покупки, от несовершеннолетнего ребенка до 14 лет действуют его законные представители, мама или папа. После 14 лет действует ребенок сам с согласием законных представителей, мама или папа. Но даже мама и папа не могут подписать такое заявление без согласия органов опеки и попечительства. В органы опеки и попечительства, при департаменте у нас при администрации городского округа Самары, либо в другом ином муниципальном районе по Самарской области обращаются мама и папа с просьбой разрешить отказаться от преимущественного права покупки. При этом вы должны предоставить адрес объекта от чуждаемого недвижимого имущества, сумму, за которую продается такое недвижимое имущество, и, соответственно, размер доли. Потому что это тоже очень важно. В том случае, если имущественные права и обязанности несовершеннолетнего гражданина не будут нарушены, органы опеки и попечительства выдадут вам согласие на подписание заявления об отказе от преимущественного права покупки. Спасибо большое. Следующий вопрос у нас на линии. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня дочь имеет 22-летнего сына и 5-летнего. Сейчас они берут на материнский капитал и ипотеку квартиру. Скажите, пожалуйста, могут ли только они оформить квартиру на двух сыновей? Спасибо большое. Тут тоже часто задаваемые вопросы в нотариальных конторах. К сожалению, нет. Если вы приобретаете недвижимое имущество с использованием средств материнского капитала, то в таком случае государство обязывает, и наверняка мама, то есть ваша дочка, подписывала такое обязательство оформить эту квартиру на всех членов семьи. На детей, супруга и, соответственно, на себя. Поэтому если приобретается уже квартира с использованием средств материнского капитала, то возможно, чтобы участниками на стороне покупателей были все те лица, на которых и впоследствии нужно оформить эту квартиру. Еще раз повторяю. Именно ввиду того, что было у вас использование средств материнского капитала. Либо вы приобретаете на маму, либо на маму и старшего сына, но впоследствии вы должны будете оформить эту квартиру на всех членов семьи. Об этом говорит закон, потому что вы приобретаете квартиру с использованием средств материнского капитала. Хорошо, Инна Борисовна, оформили, приобрели, оформили, а потом впоследствии мама и папа могут подарить свои доли детям. Да, конечно. Тем самым она будет оформлена на детей. Да, конечно, может. Более того, я услышала, что у вас есть и совершеннолетний внук, получается, сын, да, вашей дочери, которая приобретает эту квартиру. Два сына. Два сына, да. Совершеннолетний один ребенок тоже, если он не захочет впоследствии быть собственником в такой квартире, он тоже может сделать договор дарения в пользу младшего брата. Либо родители потом могут подарить свои дольки тоже детям, тем самым разделив эту квартиру на двоих детей. Но изначально оформить на двоих детей не представляется. Спасибо большое. Мы продолжаем работать в прямом эфире и продолжаем принимать ваши вопросы, уважаемые телезрители, у нас очередной дозвонившись на линии, говорить алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Инна Борисовна, скажите, пожалуйста, а вот муж имеет право на имущество, которое я приобрела до брака? Спасибо. Ваш вопрос. Нет, на это имущество, еще раз повторяю, которое вы приобрели до совместного брака, до вашего зарегистрированного брака, супруг не имеет права. Повторяю, что к такому имуществу относится все то, что вы получили по безвозмездным основаниям, в порядке дарения, по приватизации, в порядке наследования во время брака, это ваше личное имущество. И если вы какое-то имущество нажили самостоятельно до регистрации брака, это только ваше имущество. Спасибо большое. Так, в продолжении темы нашего сегодняшнего разговора, что же вы посоветуете будущему покупателю подержанного автомобиля, Инна Борисовна? Первое, что нужно сделать такому покупателю, это выяснить идентиционный номер машины. Это ВИН. Выяснить и удостовериться, что данная машина не заложена. Проверить я бы советовала даже и новую машину, потому что разные бывают ситуации. Проверить можно, еще раз говорю, в открытом доступе на сайте Федеральной нотариальной палаты в реестр залогов, либо обратиться к нотариусу, чтобы запросить краткую или расширенную выписку. Конечно, выписка, которую выдает нотариус, содержит более расширенную информацию. Она более, может быть, вам точно подскажет в те моменты. Конечно, нотариус уже расшифрует потом эту выписку, в те моменты, а говорить еще что-то непонятно, конечно. Вот, поэтому при выборе автомобиля стоит обязательно проверять сейчас его на наличие залогов, тем более, что законодательно такая возможность уже есть и работает с 2014 года. Спасибо большое. Ну, а у нас есть звонок. Алло, говорите, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Я прошу прощения, я заново. Вот взяли ипотеку на папу. Но папа, как бы, отказывается платить ипотеку, будет выплачивать старший сын и мама. Как вот это будет выглядеть? Я вас поняла. Но вы еще раз мне должны подсказать, вы купили эту квартиру с использованием средств материнского капитала, верно? Да, да, да. И наверняка ваша дочь и ее супруг давали обязательства о том, чтобы оформить эту квартиру на всех членов семьи. Просто эта бумага подписывается обязательно. Это подписывается. Я поняла, это я поняла. Но вот то, что ипотеку, то, что ипотеку будет выплачивать старший сын и, значит, его мама, как вот это будет выглядеть? Но, к сожалению, это ваши внутренние только договоренности. Если вы будете выплачивать фактически денежными средствами, которые зарабатывает мама и зарабатывает старший сын, залогодержатели не поменяются. И залогодержателями, а именно ответственными лицами перед банком, как были супруги, так и остаются. Не важно, кто платит ипотеку. Да. Конечно, можно говорить о каком-то так называемом мировом соглашении. Ни в коем случае не в судебном порядке, а просто соглашении между родственниками. Что в случае, если в течение определенного периода вы платите определенным образом ипотечные платежи из средств личных, так скажем, тем более уже сын есть, сыну 22 года, то впоследствии предварительно договориться о том, что отец подарит эту квартиру именно сыну. Можно составить такое соглашение, можно и сделать договор обещания дарения в будущем, но это только ваши взаимные внутренние договоренности. И прежде всего нужно разговаривать со всеми четверыми. Готовы ли подписать такое соглашение или нет? Еще раз повторюсь, залогодержателями остаются только те лица, которые подписали договор залога. Да, соглашение, это значит, согласились все стороны и пришли к единому решению. Инна Борисовна, вот в каком случае нужно подстраховаться, зафиксировав результаты проверки? Для чего нужно обратиться к нотариусу? Вот еще раз повторяю, для чего нужно обратиться к нотариусу? К нотариусу нужно обратиться для того, чтобы впоследствии ни в коем случае на приобретателе автомобиля не был повешенна эта обязанность выплачивать кредит. Еще раз говорю, что залогодержатель вносит сведения о наличии залогов, боясь тем самым, чтобы не прекратилось его требование к залогодержателю. Поэтому при приобретении автомобиля эта обязанность может перейти на покупателя. Чтобы такого не было и чтобы приобретатель оказался добросовестным, он и идет к нотариусу и запрашивает сведения о том, на сегодняшний день есть ли наличие залога или нет. Когда кредитный период истекает, ну прошел срок кредита, залогодержатель снимает это ограничение? В реестр вносит эти изменения, что автомобиль уже нет в залоге? Конечно, да. Темой отличается, кстати говоря, выписка, которую выдает нотариус. Потому что именно та выписка, которая будет выдана нотариусом, будет, так называемый, хранить всю историю о наличии этих залогов, об изменении и о прекращении. Поэтому обязательно залогодержатель обращается к нотариусу, когда прекращен уже залог и все обязательства выполнены, и вносит изменения в информацию в реестр залогов движимого имущества. Иногда может это делать и залогодатель. Но это, конечно, редкая ситуация, это, скорее всего, судебный акт. То есть вот вы ответили на вопрос, каким образом покупатель может проверить информацию о наличии залогов в отношении приобретаемого автомобиля? Обратиться к нотариусу, чтобы получить выписку расширенную или выписку краткую. Хорошо, Анна Борисовна. Абсолютно ли к любому нотариусу? Или абсолютно к любому в городе Самара, Самарской области? То есть это действует по России, либо по нашему региону? Я бы сказала, на территории Российской Федерации вы можете обратиться к любому нотариусу. Этот реестр залогов движимого имущества носит федеральный российский общий характер. Хорошо, ну а кто-то направляет нотариусу информацию для внесения данных в реестр залогов движимого имущества? Конечно, каждый день стекается большое количество информации о банке, кредитных учреждения. Более того, физические лица, которые дают денежные средства, это тоже кредит. Тем самым, забирая автомобиль себе в залог, тоже могут быть залогодержателями и тем самым лицами, которые вносят сведения в реестр залогов. Каждый день стекается информация, уведомление о наличии того или иного залога. И каждый день база реестра залогов все пополняется. Спасибо большое. У нас есть еще один звонок. Алло, но только время заканчивается, лаконичнее, пожалуйста, слушаем вас, Алло. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, могу я продать две трети доли от дома? От участка? Пока будьте на линии. А дом к вам принадлежит? Дом принадлежит моим племянникам, но не я буду продавать племянники. Я просто от имени племянников спрашиваю. Они стесняются спросить, поэтому я спрашиваю. Здесь дом оформлено, все оформлено, три племянника. Вот, и продать двое хотят, а третий, ну, как говорят, с палки составляет. Я поняла. Напомню вам, так как у нас краткое время, да, напомню вам о принципе единства судьбы земельного участка и дома. Самое главное, чтобы у вас доля в доме соответствовала доле земельного участка. И единство это было соблюдено. Две третих можно продать, но с извещением со собственника, соседа, брата, того владелица, кто владеет, а остальной одной третьей доли. О том, желает ли он приобрести эту две трети доли или нет. Ваша обязанность – известить. Продать его можно, конечно, в случае, если он откажется, либо он просто промолчит. Спасибо большое, Инна Борисовна, за то, что пришли к нам в студию, за ваши, как всегда, профессиональные ответы. Спасибо вам большое, ну и спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, вы смотрели программу «Территория права». Следите за нашими анонсами, будьте в курсе всех новостей и материальных действий, ну и, конечно, смотрите нашу программу. Всего хорошего, до свидания. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»!